Всем привет! Сегодня я хочу показать вам новый трансивер SunSDR2 DX, который только что пришел с производства. У нас будет SunSDR2 DX, ноябрь 2019 года, Taganrock Expert Electronics. Трансивер поставляется в такой белой коробке, многим знакомой от трансивера SunSDR2 Pro, только несколько выше, примерно где-то в полтора раза больше по высоте коробка. Оно и понятно, так как трансивер SunSDR2 DX больше по размерам. Если снять коробку, довольно плотно идет, воздух не пускает, нам представятся внутренности коробки. Трансивер упакован в полиэтиленовый, такой вспененный наполнитель, для того, чтобы сохранно подъезжать до любой точки мира. В комплекте находится непосредственно трансивер, кабели для подключения, это Ethernet кабель для подключения к компьютеру, VH-переходник с мини-UHF на стандартный разъем, два переходника с джека 6,3 мм на 3,5 мм для подключения стандартной гарнитуры. И кабель питания для подключения трансивера к блоку питания. Имеется разъем на одном конце с Андерсом для подключения, на самом кабеле имеется предохранитель, и обратный конец требует зачистки и подключения к блоку питания. Сам трансивер находится в соответствующем ложементе, во вспененном таком пакете для дополнительной сохранности от потертостей и прочих моментов. Вот так выглядит трансивер SNS-DF2. Он умещается у меня на ладони, и иногда, судя по фотографии, можно подумать, что он очень большой. Но если взять, допустим, ручку, шариковую авторучку, то можно видеть, что он довольно маленький. На верху у трансивера располагается вентилятор размером 140 на 140 мм, с закрытой решеткой. Вентилятор подключается к трансиверу при помощи специализированного разъема между ребер радиатора, что очень удобно и не требует каких-либо действий со стороны владельца трансивера оператора. Все уже подключено и работает сразу. Но можно отключить, убрать или заменить, допустим, вентилятор на другой. На форумах были пожелания прозрачные, со светодиодиками и так далее. На лицовой панели трансивера можно видеть надпись SNSDR2DX, ДУК ДДЦ, СДР трансивер, КВ диапазона 6 метров и УКВ диапазона с поддержкой диапазона 2 метра. Разъем для подключения наушников ФОНС, для подключения электретного микрофона МИГ-1, для подключения динамического микрофона МД-15 МИГ-2. Кнопка питания, кнопка индикации IND светодиодная. На задней панели у нас имеется разъем питания, разъем входа внешнего 10 МГц генератора Reference Input, маломощный выход DAC-OUT, прямой вход АЦП ADC-IN, выход ВЧ-части RX-OUT, новый разъем для трансивера это разъем ATU, для подключения внешнего согласующего устройства, антенные разъемы A1, A2, A3, нумерация сохраняется и совпадает с нумерацией трансивера SNSDR2PRO, кто работает знают, А1 это УКВ диапазон 2 метра VHF, с выходной мощностью порядка от 6 до 7 Вт, А2, A3 это разъемы КВ диапазона частот с выходной мощностью 100 Вт, клемма заземления, вход ALC, разъем X-Control для управления внешними устройствами, в том числе усилителем мощности, разъем PTT-K для подключения педали, соответственно, телеграфного ключа, разъем LAN для подключения трансивера к компьютеру. Также имеются два небольших отверстия для сброса IP-адреса и перевода вручную в режим загрузчика, трансивера в режим загрузчика. Иногда это требуется, те, кто работали с нашими трансиверами, они это знают. Ну, довольно редкая процедура. Трансивер весит порядка 2,5 кг, компактный, удобный в перевозке, удобный в эксплуатации. Если вы переходите с трансивера SanSDR 2 Pro на SanSDR 2 DX, для вас все привычно, абсолютно. То есть нет каких-либо дополнительных условий, чего-то настраивать не приходится, потому что все работает точно так же, программа точно такая. Единственное, что скоро добавится в программу управления внешним согласующим устройством, поэтому будет дополнительное менюшка для работы с согласующим устройством, как это сделано в трансивере MB1. Ну, в общем-то, вот трансивер выглядит так. Спасибо за внимание. Васильев Васильев, РН6, Леонид, Харитон, Федор. До свидания. До свидания.